И в 1934 году назначили директором Эрмитажа. Это не я говорю, это говорят музейщики Питера, что он в Эрмитаже создал 300 экспозиционных залов. Как началась война, Иосиф Абгарович приступил к организации эвакуации Эрмитажных ценностей. И за 10 дней он организовал и упаковали примерно полмиллиона экспонатов Эрмитажа и отправили на восток. Еще благодаря вам, сеченовцам, во время работы мы еще включили в музей и старшего брата Рубена Абгаровича, который был юристом, но с 30-х годов занимался подводной археологией и по праву считается основоположником этой области в Советском Союзе. В мае 1980 года меня назначили руководителем для организации музея. И моя супруга Марина тоже стала работать в музее, так как она была музейщиком, окончила университет наш, дисциплину музея. Внимание стоит картинка. Сначала приходилось преодолевать массу трудностей, поскольку опыта у нас не было. К счастью, мы познакомились со многими замечательными людьми, учеными и должностными лицами, которые нам всячески помогали. Летом 1980 года я впервые посетил ваш институт и встретился с директором Владимиром Александровичем Гавириным. После нашей продолжительной беседы меня познакомились с Арташесом Ивановичем Карамяном и Алексеем Валентиновичем Войны-Ясенецким. Алексей Валентинович при первой же встрече делал меня замечание. «Молодой человек, почему вы опоздали?» А я наивно ответил, Алексей Валентинович, еще 10 минут есть, я не опоздал. И он ответил, нет. Я 20 лет ждал, что Еревана приедут и заберут медицинские инструменты Леона Абгаровича. И я уверенностью говорю, что весь институт с этого момента стал собирать материалы, относящиеся к Леону Абгаровичу, у кого что было. Мы с Арташесом Ивановичем и Алексеем Валентиновичем ходили по всем кабинетам и пытались найти то, что относилось к Леону Абгаровичу. Так мы стали обладателем роскошного книжного шкафа Леона Абгаровича, двух кресел, которые стали кабинеты Арбели. Надо отметить, что большую часть, около 500 фотографий, которые сейчас находятся в фондах нашего музея, были получены из вашего института. Уникальные медицинские инструменты немецкой фирмы Лютер были подарены музею Война Есенецким. Книги из библиотеки, опять Арбели, архив Люгер, бесценные книги, оттиски с пометками Леона Абгаровича. Наши поездки в ваш институт стали частыми. Вместе с вами мы сменили троих директоров. Это Владимир Леонидович Свидерский, Владимир Александрович Гавирин, Николай Петрович Веселкин. И сейчас мы имеем счастье работать с многоуважаемым нам Михаилом Леонидовичем Фирсовым. Все они встречали нас с радостью, с большим уважением. И самое главное, никогда не отказывали в помощи. Нас в лицо с нас почти весь дружный коллектив вашего института. Для нас был открыт вход в любой кабинет, в любую лабораторию. Было много интересных встреч, были курьезные моменты. И была помощь откуда, откуда мы даже не ждали. По одной из своих командировок, я сильно уставший от бегать не по городу, сидел на ступенях института и, проходящий мимо сотрудник вашего института, спросил, молодой человек, вы что, плохо чувствуете себя? Я ему ответил, что никак не могу решать вопрос перевозки мебели Леона Абгарча в Армению, которую любезно нам институт подарил. Он мне ответил, в чем проблема? Сейчас организуем, соберем институтом по трешке и отправим контейнером. Это был завхоз вашего института. Это человек, который не учебный, который только слушал Леона Абгарча и такое отношение у него к Леону Абгаровичу. Воспоминания и рассказы многих сотрудников, учеников-аспирантов Леона Абгарча, особенно Льва Германа Челепсена, помогли нам ближе узнать о человеческих качествах великого ученого и составить экскурсионный, экспозиционный план «Зал Леона Абгарча». И с 6 июля 1982 года к столетию годовщину со дня рождения академика Арбели был открыт дом в музее «Братьев Арбели». У нас в гостях были многие сотрудники вашего чудесного института, ученики и соратники Леона Абгарча. И для нас было большой честью принимать их в нашем музее, в деле создания которого была их неоценимая помощь. Я хочу отметить то самое главное, что мы вынесли из нашего долгого общения с вами, физиологами. Это, во-первых, сплоченность вашего института, школы Арбели. Во-вторых, уникальную культуру физиологов – оставлять после себя мемуары, жизненные описания своих учителей, соратников, кто знал их живыми, слышал их страстную речь, кто видел, как они трудятся. Одним словом, теми, кто дышал с ними одним воздухом. И впоследствии это стало одним из критериев нашей работы. Музей начал свою издательскую деятельность. Вот тут на помощь нам пришли уже армянские физиологи института имени Арбели. А мы считаем их прямым, так сказать, потомком вашего института. С его директором начали работать Виктором Варфоломеевичем Фанарджаном. Это сын Варфоломеевича Фанарджана. Этот институт нам помог печатать первую книгу. Это переписка семьи Арбели. Очень интересная книга, очень интересные письма. И это представляет собой концепцию воспитания, образования, формирования личностей Арбели. Переписка «Открывать страницы жизни» семьи. То атмосфера, традицию, угла семьи, отношения друг к другу. Первая книга послужила началом для издания других. Это их было трое, посвященное троим братьям, в которых собраны воспоминания учеников и близких Арбели. Это книга в глубине, еще и книга в глубине Марии Вод, обоснователя советской подводной археологии Губен Арбели. Этой книгой были изданы нами книги «Шатранг» Юсифа Абгаровича Арбели, в котором рассказывается о происхождении игр шахмат, нарды и кости. И самое примечательное, что наша последняя книга «Подвиги Эрмитажа» тоже была издана при непосредственной поддержке и финансировании директора института физиологии имени Арбели, многоуважаемой Найеры Айвадзян. Она посвящена 140-летию Леону Абгаровичу, 135-летию Иосифа Абгаровича и 80-летию начала блокады Ленинграда. Это мы особенно посвятили тем людям, которые заказные годы оставили ваш город. Наша дружба с Институтом физиологии имени Арбели длится со дня основания музея около уже 42 года. Мы активно участвуем на всех юбилейных мероприятиях института, совместно с Институтом проводим мероприятия в музее, и встречаемся с сотрудниками Сеченовского института, которые по традиции каждую осень проводят арбелевские течения в Институте физиологии имени Арбели. Это дает новый импульс для нашей дальнейшей работы. С уверенностью, я могу сказать, что своей музейной аурой насыщенность экспонатов красиво оформленная экспозиция – это очаг культуры и старт главнейшей достопримечательности ЦАХ Кадзора и нашей Республики. И что наш митинг является единственным миром, в котором посвящен своим братьям, великим ученым в корифе мировой науке братьям Арбели, и истоков которого стояли вы, дорогие мои сеченовцы. Марина, видим вас. Спасибо большое. Пожалуйста. Герасим, огромное вам спасибо. Очень интересно. Хорошо. Я был в вашем музее, и многие здесь сидящие в зале были, но хочется еще раз его посетить. И тем, кто не был, очень рекомендую. Потрясающий музей, очень интересный. И интересный, так сказать, по удивительным, уникальным экспонатам, и, конечно, по той атмосфере, которую вы с Мариной создали там и поддерживаете. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Ждем, ждем. Дорогие коллеги, ну не знаю, у нас вообще не предусмотрено вопросов, но если там есть какое-то желание как-то прокомментировать, что-то сказать, наверное, можно. Микрофон вот тут у нас в зале стоит. Если нет, еще раз огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам. И мы ждем вас в музее у нас. Спасибо. Приедем. Спасибо.